С началом революции 1917 года Убаревич без всяких колебаний вступил в партию большевиков. В январе 1918 он командует отрядом Красной гвардии Бессарабии, где был взят плен немцами, но бежал. В декабре 1918 он уже начальник 18-й стрелковой дивизии РККА. Дивизия сражается в Анхангельской губернии против отрядов Белой армии и английских интервентов. В октябре 1919 Убаревичу всего 23 года, но он уже командует 14-й армией на Южном фронте и его части сражаются с добровольческими формированиями Белой армии. Белый наступает на Москву, но Убаревич, маневрируя войска, провел рейд КАВ-дивизии Примакова в тылы Белых, разрушил коммуникации, нанес неприятелю серьезное поражение. Охват из фланга Берейда и Кавалерии – вот фирменный почерк Убаревича. Его войска на Юго-Западном фронте берут клещи Белых и уничтожают. 11 декабря 1919 взята Полтава, на следующий день Харьков. Красноармейцы Убаревича бьют Деникинцев на Донбассе, освобождают Донбасс и районы Украины.